В больничных коридорах сегодня ажиотаж. Медикам предстоит на мгновение окунуться в прошлое. В образе продумана каждая деталь. В этой съемке мы не делаем акцент на макияж, но мы делаем акцент на то, как одеты косынки. В рамках проекта «Живая победа. История в лицах» сегодня оживляет фотографию, на которой сразу 10 человек. Это медики 4-й больницы Нижнего Тагила. Главная роль у медсестры Екатерины Шаропиной. На фото Марта Зеленская, ординатор ИВК-госпиталя, создатель больничного городка. 1945 год. Та же картина, но с новыми лицами. Медики проводят осмотры в ИВК-госпитале, а настоящая камера-обскура позволяет, словно машина времени, окунуться из 2000-х в 40-е и вернуться обратно. Все снимки в рамках проекта выполняют при помощи раритетного оборудования. Фотокамера дорожная, 60-х годов. Технология тех же лет, чтобы снимок получился настоящим и живым. Тема этой серии — эвакуация на Урале. Именно поэтому проект путешествует сразу по нескольким городам. В Каменске-Уральском оживляет фотографию Веры Мухиной, легендарный скульптор. Автор рабочего и колхозницы во время войны полгода прожила на Урале. Для создания этого снимка актрисе театра полностью изменили цвет волос и добавили седины, не говоря уже об остальных деталях. Посмотрите, у меня победа, часы, посмотрите, какой ремешок, какой-то немыслимое платье на мне, где они его взяли. То есть они очень кропотливо к этому подходят. Для съемок в «Эрбите» использовали мотоцикл, чтобы воссоздать снимок 42-го года. Зимние испытания М-72 с лыжей на колесе-коляски. В годы войны в «Эрбит» эвакуировали московский мотозавод. На Урал приехал и известный советский гонщик Борис Зефиров. Это огромная честь все-таки выглядеть, как Борис Владимирович Зефиров. Но будем стараться, думаю, что у меня получится. Финалом проекта станет выставка, которая пройдет во всех городах-участниках. А также издание альбома из галереи оживших портретов тех, кто сражался за родину.